вот они выноски друзья без выносок вы ничего не решить окно тут на словах друзья не объяснить вот могу только показать вот такой вот заборчик с вот такими вот канделябрами опа и делаем вот такую вот красивую стяжечку и вот так вот получается такая кладочка готове второй а первый расшитый и отмостку уже вам сделали да да я доплатить долго не это бонус бонус идет конечно нравится очень нравится вы вчера тут этот оценивали большое спасибо очень красиво пока не базарьте на еду кем-то потому что вас запишем так опа на А ты там, 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 где смородина растет, нечем и подставить. В общем, друзья, всем привет. Опять с вами Владимир Коваленко, Андрюха, Серега, а вон и братан уже идет. Та повыезжали отсюда машинами, потому что тут узко, еще соседи, короче, кипишом, потому что мы тут по наставали, так мы там выехали. В общем, друзья, какая история у нас. У нас уже обед, а сделано всего ничего, потому что все основное время заняло полдня. Это только разметка, выноски, в общем, чтобы ни день еще не провдыхать. Тут тоже с заказчиком заказчик задержался, Макс чуть на работу тоже позже поехал. Ну, вот начали. Камень, конечно, тут такая хламина, блин, вот пацаны вроде жалуются, потому что они чуть раньше начали его раскладывать, а я пока тут выноски все добивал, разметки доразмечали. Вот, говорят, еще хуже, чем было вот на парапете. Там вроде бы хуже уже нету-то. Ну, не знаю, сейчас будем что-то думать. Все, 12 часов пробило. Фу, я, честно говоря, трошки этот, трошки снированный. Сейчас надо чуть-чуть переобедать, отдохнуть, прийти, так сказать, норму и дальше уже шмалить. Так, ну, давайте, пока я вам покажу ситуацию, расскажу. Ветер, конечно, дует. Короче, начнем, наверное, отсюда. Вот так вот Макс решил залить заборчик. То есть, вот таким вот эркерным здесь немножечко таким вот поворотиком. Вот, смотрите. Выноски. Ну, выноски, как у нас все по классике жанра. Пока все согласовали. Пока согласовали с высотой. Пока согласовали с вот этими всеми переломами. Ой, полдня прошло. Вот так вот понатягивали. Вот они, выноски. Друзья, без выносок вы ничего не решите. Опять же, кто-то натягивает просто колышки, ставит. Мы тоже в свое время ставили колышки. Ну, колышки, знаете, это до одного места. Ну, я не буду уточнять, до какого места. Я думаю, вы сами догадаетесь. Да, Андрюха, колышки. Что ты можешь сказать вообще, как работа у нас сегодня идет? Нормально? Лучше помолчу. Так, что нам сейчас? Нам сейчас надо вот эту трубу не забыть, замуровать. Вот. Здесь вот то же самое. Вот смотри, какая система тут выносок. В общем, я же говорю, тут попокрутил только. Вон выноска. Выходит сюда. Выноска по прямой. Выходит на эту прямую линию. Там, соответственно, тоже под забором. Но тут на словах, друзья, не объяснить. Вот могу только показать. Эта выноска, она идет на эту прямую линию. В общем, одни вот эти зюпера. Давайте вот так вот помедленнее вам покажу, чтобы было понятно. Натянули только по наружной стороне. Потом просто перекинули на внутреннюю и все. Потому что если сейчас понатягиваем по двум сторонам, тут вообще в этих шнурках можно будет запутаться. Вот она, выноска идет на эту сторону. Здесь будут развертные ворота. Закладная залитая под развертные ворота. В монолите закладные из металла. Ну, в общем, все уже предусмотрено. Труба уже заложена изначально без проводов. По инженерке. По инженерке тут сам заказчик уже будет, ну, то есть, уже сам будет все делать. Он вывел трубы. Через трубы уже запустит кабеля все. В общем, вот такая вот. Это угол будет. То есть, здесь будет столбик. Здесь будет столбик. Это будет калитка. Здесь будет второй столбик. С угловыми тут полная беда. Вот чуть-чуть, конечно, здесь насобирали. Ну, то есть, как, 90 нету. Есть какой-то или развернутый, или острый. Ну, наверное, вот батя Макса сейчас поедет, выберет на базе углового немножечко, чтобы на углы красивый поставить. Вот. Я же говорю, там, пацаны, уже начали шмалить. Ну, я вот чуть-чуть прогнал, уже промудохался с этой разметкой. Вот такая вот история. Дальше здесь будут колонны из клинкерного кирпича. И, вероятнее всего, наверное, металлопрофиль по классике жанра. Не знаю. Ну, пока с кирпичиком, наверное, здесь не будет. Значит, наша задача сделать цоколь и все. И уехать на другой объект. Кстати, заказчик тут нормальный парень. А заказчик, знаете, кто? А это тот домик, где, вы помните, колонны от второго этажа докладывали. И мини-дымарь. Есть ролики. Меня не видно, понимаешь? Груша длинная. Я не пойму, сколько там расходится. Да, ну, что? Давай сюда расходим. Да, дед? Не, ну, все для забутовки, пацаны, конечно. Вот это вещь. Мою, да? Ну, не успевать, а мы тебя, глядь, бутоватикой. Что-то делать. Ну, прикинь, сразу этот мешок цементом. Опа. Вот так она, блин. Опа. Опа. Ну, короче. Нравится, Сергей? Да. Да. Надо удалять мелкую фракцию в камне. Серьезно? Да. Бачу, Андрюха специалист по мелкой фракции. Угу. Это на любителя. На любителя, да? Вот средненький, ну, мини-боль, не нравится. Ага, ага. Не, ну, ты ввысь, тут тоже, я смотрю. Ну, да, хорошо. Ну, тем не менее. Каждому, конечно, на вкус и цвет. Ну, а я вот так вот липанул. Сейчас будем расшивать. Хочешь положить в будто забор, надо делать из декоративной бут, вот типа вот такого. Такие вставочки делать? Для декора, да? Да ну, не знаю. Сейчас глянем, что там у нас Андрюха творит чудеса. Так. Что вы тут, пацаны, налепили? А то я там ковыряюсь целый день. Не наблюдаю. Так, ну, тут у нас вот такой вот момент. Короче, завернули сюда просто. Тут будет профиль, тут колонны кирпичные не будет. И вот так вот дальше вот с мелкой фракцией потихоньку закладываем. Ну, сегодня сторону не успели, потому что приступили к работе мы очень поздно. У нас разметка заняла больше, чем полдня, грубо говоря. Ну, а завтра, я думаю, будем потихонечку наверстывать. С утра закладываем. Тут уже осталось практически ничего. Там две колонны. Передочек закладываем, с утра. Передочек, да, сразу? И переходим назад. И сзади, шмалим дальше. Сзади, да? Шмалим дальше. Тут не такая уж и высота. 40 сантиметров несчастники. Сделаем. Сегодня просто жестко вымотались с этой разметки. Тут с камнем, с этим. Раствор у нас как-то непонятный. Вроде бы эластичный. Вроде бы все красиво. Но пересыхает очень быстро. Не знаю. Завтра будем разбираться. Будем убавлять, наверное, будем пластификатор. Заказчики пожелали пластификатор, чтобы добавляли. Будем его, наверное, убирать с раствора. И будем экспериментировать уже как бы на речном. Без никакого пластификатора. Ни без мыла, тем более. Ни без чего. Так что, друзья, о цементе. Мы тут уже собираемся. Я уже и расшил. Вот это такая история получается с цементом. Короче, неизвестно. Ладно. Ой, с цементом. С раствором. Ну, мы думали цемент, но цемент качественный. В принципе, они постоянно здесь брали один и тот же цемент. Короче, завтра будем тестировать. Завтра будем, наверное, может быть, исключим. Замес сделаем без пластификатора. И сегодня сервис вроде уже исключал. Он и заказчик как раз плывет. Сейчас будет оценивать, наверное, работу. Что, ты будешь оценивать работу? Или что? А ну давай, этот. Первое впечатление приятное. Приятное? Слышишь? Одному, одному этот, что там было? Ты знаешь, аккуратно. Аккуратно. Тут приятно. Этому приятно. Какой-то год пошел, да? Неудачный, да. Нефартовый. Ты знаешь, аккуратно. Ты знаешь, первое впечатление приятно, да? Ну, осторожно все так говорят. Ну да, что-то в этом году все аккуратничают. Так, ну что, вот такая вот ситуация у нас получилась. Чуть-чуть так раскачались, конечно. Фух. Ну вот это с разметкой, конечно, это жуть какая-то. Да, часа три потратили. Я уже хотел сегодня этого. Я уже хотел валерьяночки хапануть. Блин. Не, красиво. Зай камень, конечно, тут втесался такой ржавый. Ржавый, да? Да. Ржавчина. Ну, це він тут буб, понял? Мы его вывозили мусор, а цей камень папа перекладав, не кажется, в забор. Ну, вот вам, пожалуйста, каждому свое. Там вытягивали, тут наоборот ржавый надо вставить в середину. Я пришел этим начать кричать. Батя тут ходит, батя, вы в кадр попали. Очень хорошо. Бачишь планычка сверху? Вот он все-таки. Базарок, я понял. Уже натянули, скажи, нет, давай. Ну, хоть одна речка, а не просто переставлять. Да, да, да. Не, ну, в общем, перепад очень... А, мы же добавляли точно, 5 сантиметров. Я же забыл, наверное, сказать. Вредный заказ. Фу, я все так люблю ехать, уже все разметили, все выноски, уже все вроде это, туда-сюда, наговариваем, да. А потом, хоп, 5 сантиметров. Для будущих заказчиков. Камера наезжает. А батя, скажи, сегодня хажи. А ты бы сказал бы, что все, я не буду мудохаться. Ну, это это, да, не, ну, скажу, свои же, блядь, ёбць. Это же не это. Нет, ну... В общем, будто меньше стало. Нет, ну, я всегда лучше сразу... Да, наверное, блин, в забор стал. Ну, уже сколько положил. Пока не поздно, лучше, говорю, тем более, ну, оно не сложно было его добавить. Нет, сейчас высота то, что надо. Не мало, не много, то что надо. Еще учитывая, что он утрожички. Ну, ты доволен высотой. Да. Слава Богу, это главный критик. Да. Так, друзья, не знаю, как будет меня слышно, не слышно. Бетона Мишалка кричит на всю Ивановскую. Не-не, бодяк. Но я сейчас вам попытаюсь, ну, объяснить, как бы, да, самый такой смысл, самый основной момент, как заводить колонн и с чего начинать. Изначально сейчас я разбиваю, отбиваю точнее по направлению отвесом, переношу на фундамент, соответственно, ставлю метки. Дальше у нас будет колонна 38 сантиметров, 380 миллиметров, полтора кирпича. Соответственно, мне надо по, ну, здесь у меня уже будет направление, да, а там уже в зависимости от того, как уже у нас стоит каркас там или труба. Ну, плюс-минус у нас здесь практически идеально все. Вот, и по сторонам я размечаю, четко делаю центр по оси арматурного каркаса. Вот, это будет 190 миллиметров, то есть 19 сантиметров, 380, соответственно, пополам. Ну, ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опа, и делаем вот такую вот красивую стяжечку. Сейчас теперь возьму побольше кельмочку. Так, ну что, ребята, вот такая вот история у нас получается. Тут у нас 38, можно сделать 37,5, чуть кирпичик напуск, ну, тут в районе от 37,5 до 38, то есть приблизительно вот 37,7, ну, примерно где-то так. Ну, тут понятно, тут у нас все по выноскам натянута, вот здесь не ошибешься, да, только от весом отбивай. А вот здесь вот можно, конечно, загулять, поэтому лучше четко отбивать все это дело. И получился вот такой столбик. Сейчас пока еще черновой вариант, пусть подтягивается, и чуть-чуть позже его разошьем. И будет уже тогда видно, что я здесь наваял. Вот так вот. Вроде бы углы ровные. Вроде бы все нормально получается. Опа, лёпа. Все, ждем, пока подхватится растворчик, и расшиваем. А сейчас переходим на этот. А тем временем тут растворчик у нас уже подсыхает. И вот так вот получается вот такая кладочка. Тут по максимуму я постарался сделать красиво, потому что, ну, в принципе, там дальше тоже красиво все. Ну, тут выбирали более-менее такой камень, самый ровный, потому что это самая лицевая и просматриваемая сторона. Дальше вот тут уже парни заложили. Тоже ждет в своей очереди расшивки. И начинаем внутряночку. Кстати, один момент. Вот так вот, как сделал я, за один сразу проход выложили колонну. Так не делайте. Особенно начинающие, потому что у вас ничего не получится. Поплывет, и все распадется. Поворачивает с разных сторон. Если нету опыта. У меня как-то уже немножко есть опыт. Поэтому я могу и сразу выгнать его. То есть, где-то один угол заложил, другой. Потом там третий, четвертый. Там уже подхватилось. То есть, ты понимаешь, чувствуешь, где какой угол сейчас подгонять. И куда, как уже дальше, куда какой камень ставить. Рекомендую сразу поставили один ряд. Перешли, допустим, на другую колонну или где-то на другой этап. Там поработали, здесь подхватилось. Пришли дальше, доработали. То есть, ну, в таком моменте. А вот так вот сразу выгонять. За один мах вот целый, как бы, столбик вот такой, да, с бутового камня. Начинающим, конечно, я не рекомендую. Потому что, ну, ничего не получится хорошего с этого. Ладно, все, шмалим дальше. Так, ребята, немножечко времени прошло. И вот уже смотрим. И еще чуть-чуть растворчик подсыхает. И еще лучше сравнивается уже непосредственно с самим камнем. А тут сейчас будем расшивать. Потому что уже подхватилось. Кстати, по раствору, конечно, получается сказка. Вот смотрите, сегодняшний раствор без никакого... Блин, пацаны, так прихватило уже, блин, конкретно. Я подумал, что это вчерашний. Ну, вчерашний вот он. Не, вчерашний тоже нормальный. Вчерашний тоже. Ну, вот смотрите, он царапается. Ну, так царапается. Жестко царапается. Не такой, что прям сыпется. Вот. Ну, потому что с пластификаторами цемент хороший. Ну, а сегодня вот уже этот царапается. Без пластификатора. Поэтому, друзья... Ну, это так. Максу захотелось, конечно, пластификатор. Они льют его. Там бетон везде используют. Ну, это понятное дело. Вот. Но в бутовом камне тут немножечко, конечно, ребята, по-другому. Тут пластификатор неуместен. И об этом я всегда рассказываю. Не пластификатор, не жидкое мыло. Можно чуть-чуть жидкое мыло. Чуть-чуть. Если у вас чересчур садится раствор. Если чересчур тяжело работать с ним. То есть буквально децилочечек туда жидкое мыло. То есть легенькой эластичности придать. Вот. Потому что... Ну, а также я говорю, здесь эластичность на камне не нужна. Здесь нужен жесткий раствор. Я имею в виду пока даже вот облицовочную часть. Сделайте. Дальше можете сделать чуть-чуть эластичней. Немножко, как бы... Ну, не такой жесткий. Не жидкий. Немножко жижи, да? Не такой жесткий. То есть пробутовать. Потому что там надо хорошо, чтобы камушек обволакивался раствором. И вот так вот. Сейчас вот здесь вот уже я проложил. Там он проходим потихонечку. Первый ряд уже практически закончили. Становимся. Ну, я думаю, что сегодня, если все нормально, то мы сегодня лупанем облицовку. Тут... Это сколько у нас получается? Ну, камня было, не знаю. Камня 5 кубов завез. Макс. 5 кубов. И вот его остается всего ничего. Наверное, он весь и чухнет. Это тот... Ну, для тех, кто спрашивает, Вова, объемы там сколько в цоколе. Не знаю. А там потом уже посчитаем. Более точнее посмотрим. 5 кубов, я думаю, ну, за 2 дня, по идее, должны. Ну, как-то такой вот у нас результат. Приблизительно вам для ориентировочки. Также вот спрашивают, может быть, камень, допустим, где-то соприкасаться? Друзья, смотрите. Везде расшивочка идет одинаковая. Везде одинаковая. То есть, камень нигде не соприкасается. В общем, нельзя, чтобы соприкасался. Потому что у вас расшивка не проходит. Получается обрыв. Ну, то есть, камень с камнем. Ну, где-то поплыл, допустим, на растворе. И тогда уже получается некрасиво. Оборванная, резаная, как бы, часть шва. Она же расшивка. Оборванная. И тогда уже некрасиво. Поэтому, из-за чего я говорю, нужен жесткий раствор, чтобы у вас не поплыло. Чтобы вы посадили, досадили до нужного вам шва. Вот, вывели все. Ну, а сейчас разошьем и посмотрим, что у нас получилось с колонной. И как у нас общий видончик получился. Ну, вот эти эркеры, они тоже, конечно, ребята, добавляют, конечно, своего геморроя. Вот, потому что вы видите, сколько выносок у нас. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Восемь выносок у нас стоит. Буквально, ну, сказать бы, да, на небольшом. Здесь 15 метров в общей сложности. Ну, то есть, вот, зигзагами. Вот, опять же, вот эти все наружные углы, внутренние углы, это все, конечно, дополняет своего геморроя. Поэтому, когда договариваетесь, учитывайте все вот эти моменты и уже выводите цену на свою услугу, скажем так, по кладке бутового камня. Уже из соображения вот таких вот каких-то сложных элементов в кладке камня, там, или даже в кирпичной вкладке, ну, без разницы. Так, друзья, ну, что, я, в общем, начал уже там вторую колонну, пока суть додела. А парни тут начали уже расшивать. Вот, вот это идет расшивочка. Да, Юр? Да, идет расшивка бута. Вот это расшивка бута идет. Да я имею в виду то, что вот это расшивается, а не то, что вчера. Вчера оно что-то, ну, оно высыпалось просто, оно даже, расшивка нормально не вырезает. Оно высыпается, ну, я не знаю, я вчера тут расшивал, конечно, это, это жесть какая-то была. Вот, Антоха тут у нас в гостях. Короче, это было какое-то мучение просто было. Сейчас вот отлично режется, потому что без никакого пластификатора. И вот, что сейчас Юра говорит, кричит Вова. Говорит, ну, вчерашний раствор, его можно там где-то пальцем даже под этот, подправить. Нет, цемент хороший, видимо, пластификатор, он наоборот должен как-то ускорять процесс схватки раствора. Не, ну, правильно я что-то несу тут или нет, Антон? Пластификатор облегчает где-то работу, а где-то нет. И ускоряет схватку, правильно? Не всегда. Не всегда. Ну, в нашем случае тут наоборот, он как-то то ли, то ли уменьш... Пластификатор, он уже есть для кладки, для, ну, разный. Да, понятно, что разный, но в данном случае он у нас... Работали по кладке с пластификатором, то он что-то сыпется. Сыпется, блин. Да, у нас же же этот, у нас там и для кладки, правильно написано? Да, для кладки пластификатора. Да, 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 да. Ну, что-то, что-то вчерашний раствор подхватился, нет, вопросов нету, конечно. Да, вот он этот гвоздик, подхватился. Не так он, конечно, что прям рассыпан... Ну, держится, все хорошо. С заказчиками, конечно, разговариваем, всю эту историю решаем, но тем не менее. А вот сегодня серый ток, а первую бетонамешалку, говорю, стоп, без пластификатора. И вот, пожалуйста, хороший раствор. Немножко, конечно, подсаживается, но нам тоже и надо как раз. На бут тоже и надо, чтобы чуть-чуть подсаживался. Так что никакого пластификатора на кладку камня. Что, ты подобрал? Ну, пошли, короче. Продолжаем дальше, друзья, колонны. Ребята, вот смотрите, вроде бы угловой камень, да? Вот, вроде бы угловой красивый камень. А на самом деле, дерьмо. Вот, смотрите. Вот такая вот история на самом деле получается, как видно. А так, вроде глянешь, вроде угловой красивый камень. Сюда вот прикинуть. Готови второй, а первый расшитый. Вот, перехожу сейчас на этот угол. Там пока пацаны оденни. Ой, что-то никого нету. Короче, пока пацаны там доводят в ту сторону по прямых. Я тут с углами сегодня мудохаю с этими и столбиками. Да, такие столбца. А получилось симпатично очень. Симпатично, да? Очень. Тут, короче, тоже уже я угол завел. Завтра остается нам буквально там пройтись один рядик и все. И забутовали. Ну, я так думаю, если все нормально, то до обеда мы его сделаем уже. Так, день второй. Все равно тенек. Вы видите, что-то не слаживается. Да? Да, все равно тенек. Как это время? Ладно, потом покажем, когда выйдет. Мы уже заканчиваем облицовочку. Сколько тут у нас? Буквально час прошел времени, уже облицовочка у нас закончена. Андрюха сейчас добивает последние штрихи. А мы уже потихонечку с юрцом подбутовываем. А тут уже, в принципе, это все практически забутовано. Основная масса осталась. Чепуха, короче говоря. Вот так вот эти все тут натяжечки, ниточки, причалочки. И вот такие зюпера получаются, ребята. Видосик, конечно, длинный, наверное, будет. Ну что же, придется вам помучаться, посмотреть. Ну вот этот растворчик, конечно, получается огонь. Без пластификатора. Друзья, это опять же, напомню, без пластификатора. На кирпичную кладку он бы пошел бы супер. Все, да, он схвачивается, все, твердый. Но при кладке бутового камня с пластификатором не годится. Он отлипает от камня. Плывет все время. Быстро пересыхает. Просто моментально. То есть, если нам надо сделать основу из раствора сразу, чтобы он чуть-чуть подхватился, еще гуще стал, то там он или сразу жидкий, не схватывает, а потом быстро только хоп и пересох. То есть, с ним работать очень неудобно. На пластификаторе. Поэтому никакого пластификатора. Если вам совсем неудобно с таким суховастеньким раствором работать, чуть-чуть добавьте моющего. Чуть-чуть, буквально, там несколько капель туда подкапните, там грамм 5-10. Оно свое даст чуть-чуть. Но раствор должен быть такой вот, больше такого полусухого вида, ну, густой такой раствор должен быть на камеру. Так. О, и отмостку уже вам сделали. Это я доплатить должен? Не, это бонус. Бонус. Бонус идет, да, конечно. Ну что, Юр, все готово? Да, все. Бенч, да? Хорошо. Хорошо. А что там Андрюха у нас делает? Так, наверное, мы посмотрим. Что тут у нас Андрюха делает? Так, друзья, Андрюха затирает швы последние. Стяжечку затянули. Кое-где там надо будет он подрошить еще. И получилась вот такая вот история у нас. Вроде бы все неплохо. Такой интересный заборчик получился. С такими изгибами. Геморрой, конечно, при работе. Ну а что поделаешь? У нас заказчик тут рядышком стоит. Так что мы, как всегда, снимаем на реальных событиях. Вот такой вот соколек получился. Не знаю, что тут ромашка у нас получилась. Наверное, нет. Наверное, нет. Ну ладно, нажмете на паузу, посмотрите. Везде стяжечка. Я говорю, что мы снимаем с заказчиками всегда. Сейчас последний ролик я говорю. У нас заказчики половина это. Ну заказчик должен увидеть результат работы. Половина актеров это заказчики у нас этот. Так, тут у нас уже тоже камышек уложенный. Сейчас будем расшивать. Андрюха уже затер. А, Андрюха, так что, расшивать уже, да? Да. Давай. Колоны стоят у нас. Так, а куда же они генутся? Конечно же стоят. Да. Можно не расшивать, оставь для декора. Для декора? То ты что? Ух ты, блин, дизайнер. Красиво получилось все очень. Красиво получилось? Очень красиво. Молодцы. Вы как представитель заказчика, самый основной. У меня, можно сказать, заказчики есть. Можно, да? Ну, вы просто старшие, а младшой на работе пока. Но старшему нравится очень. Нравится, да? Очень качественно. Вы вчера тут этот оценивали. Большое спасибо. Очень красиво. Все мы промеряли. Все очень хорошо. Все хорошо получилось. Ну, слава богу. Мы обедать не будем, наверное, вошли. Да, да, да. Так, ну что, друзья, сделали мы очередной заборчик с камушка. Дальше следующий объект у нас тоже будет с отборного камня. Ну, для понимания, тот камень в три раза дороже будет. Там цветной весь. Короче, такое будет все. Навороченное. Ну, посмотрим, что получится. Потому что бывает и 50 на 50. Вроде бы, как и отборной заявляет, а привозят половину, как и отборной, а половина, ну так себе. В общем, друзья, следите за роликами. Кто не подписан, подписывайтесь. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски на нашем канале. Ну, естественно, если понравился сегодняшний видосик и то, что мы сделали. Ставьте лайкосик. Все, на сегодня все. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко. Он же мастер кладки. Как всегда, вам желаю удачи и хорошего настроения. Всем пока. Можно сделать, наверное, из более качественного. Получилось настолько хорошо. А получилось. Так, а я всегда говорю это. Даже это все такие игры, знаешь, какие-то полуниуансы. Конечно. Оно настолько идеально, ровненько. Так, конечно. Так я всегда говорю, ну, тут заказчик захотел именно цветной, именно отборной, чтобы грани были ровные. А мне вот даже вот, когда вот он чуть-чуть, как бы, вот такого рваного, рваный эффект, дикий, более, ну, как-то, реально, естественно. Правильно? Да. Захотел человек вот отборной, чтобы цветной, все, ну, все, вопрос-то нет. Очень много значит, как положено. Он положен идеально. А потому он работает. Он работает красиво. Потому что тут ровные линии, оно ничего тут не напортачивает. Да, а так, если человеку, вот, пожалуйста, по 600 гривен, этот обычный камень, бери, говорю, мы тебе, в принципе, не хуже сделаем, как из отборного. Пожалуйста, и все. Ну, тут хозяин дать. И, естественно, все убираем под ключ. Сейчас вывозим весь камень лишний. Убираем территорию, все вот эти выноски. Все, чтобы было чисто. Так, друзья, ну, и напоследок. Вот она. Вы помните, я вам говорил, что, наверное, осталось на один объект. Но вот как раз этот объект, она еле-еле. То есть, тут осталось уже полмиллиметра. Стоит хорошо зацепить о какой-то камень, и все, она лопнула. Но, тем не менее, она дожила. Так, как я вам говорил в предыдущем ролике. Как раз на объект. Друзья, в три раза дороже. Ну, и, конечно, болванки здесь есть такие, не кислые. Заказчик еще говорит, давайте. Красный, серый, красный, серый. Красненький, серенький. Опа. Булыжника мы этими проложил. Ну, я думаю, будет красиво, конечно. Кто-то говорит, надо колоть. А тут, если его колоть, тут можно потом дятлом просто стать. Продолжение следует...